книга открытым оком том 26 тема вера вопрос 3857 слово божие призывает нас радоваться и при том всегда но как это может быть если столько печали столько подлостей даже от близких людей отвечает игнатий тихонович лапкин без бога это конечно невозможно но когда молишься и добавляешь что добудет воля божия то любое решение которое до глубины души огорчает снова на молитве рассматриваешь и видишь что это наилучший вариант дарует господь наш филиппийцам 4 4 радуйся всегда в господи и еще говорю радуйтесь иоанна 16 22 так и вы теперь имеете печаль но я увижу вас опять и возрадуется сердце ваше и радости вашей никто не отнимет у вас грустно смотрю я на жизнь как в окно на ненастную осень словно холодный туман всю природу сокрывший от взора нравственной мглы пелена облекает весь мир наш духовный разум и яркое солнце не может лучом благотворным эту мглу пронизать и достигнуть до нашей юдоли помню когда-то просто расстилался красиво пред нами помню виднелись и нам назовущие вдаль горизонты ныне ж взглянули вокруг ничего ниоткуда не видно кроме безжизненной серой от всюду нахлынувшей муте жизни явления застыли недвижны крылатые мысли сердце любить опасается замерло вещие слова страшно подумать что жизнью зовется подобие смерти жутко в себя заглянув сознать что одни за другими все отлетели поблекнув живые когда-то надежды словно в ненастную осень последние с дерева листья 1879 год алексей михайлович жемчужников псалом 118 49 по 50 стихи вспомни слово твое коробу твоему на которые ты повелел мне уповать это утешение в бедствии моем что слово твое оживляет меня да нет сомнений в том что жизнь идет вперед и то что сделано то сделать было нужно шумит работает надеется народ их мелочь радует им помнить недосужно а уже холодно и пусто так кругом и жизни свершается каким-то смутным сном и чуется сквозь шум великого движения какой-то мертвый гнет большого запустения пугает вечный шум безумной толчей успехов гибнущих ненужных начинаний людей ошибся ошибшихся в избрании призваний существ исчезнувших как на реке струи но не обманчиво ли то чувство запустения быть может устают как люди по колее и жизнь молчит тогда в каком-то забыть и она родильница встречает боль слезами и ловит бледными холодными губами живого воздуха ленивые струи чтобы заслышав крик рожденного создания вздохнуть и позабыть все все свои страдания константин константинович случевский псалом 41 6 стих что унываешь ты душа моя и что смущаешься уповай на бога и я буду еще славить его спасителя моего и бога моего лука 21 25 и будут знамения в солнце и луне и звездах а на земле уныние народов и недоумение и море вы шумит и возмутиться душа моя печальница а всех в кругу моем ты стала усыпальницей замученных живьем тела их бальзамируя им посвящая стих рыдающую лирую оплакивая их ты в наше время шкурное за совесть и за страх стоишь могильной урную покоящий их прах их муки совокупные тебя склонили ниц ты пахнешь пылью трупную мертвецких и гробниц душа моя скудельница все виденное здесь перемолов как мельница ты превратила в смесь и дальше перемалывай все бывшие со мной как 40 лет без малого в погостный перегной 1956 год борис леонидович пастернак иакова 1 3 по 5 стихе зная что испытание вашей веры производит терпение терпение же должно иметь совершенное действие чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка если же у кого из вас не достает мудрости допросит у бога дающего всем просто и без упреков и дастся ему есть у свободы враг опасней цепей страшнее насилия страдания и гонения тот враг неотразим он в сердце у людей он всем врожденная способность примирения пусть цепь раба тяжка пусть мощная душа тоскую под ермом стремится к лучшей доли но жизнь еще вокруг так чудно хороша и в ней так много благ и кроме гордой воли 1884 год семён яковлевич нацен книга исайя 5721 нет мира нечестивым говорит бог мой четвертое царство 922 и когда увидел и уорам и уйя то сказал с миром ли и уй и сказал он какой мир при любодействии и не завели матери твоей и при многих волхованиях ее желаю вам цвести расти копить крепить здоровье оно для дальнего пути главнейшие условия пусть каждый день и каждый час вам новые да будет пусть добром будет у вас а сердце умным будет вам от души желаю я друзья всего хорошего а все хорошие друзья дается нам недешево сергей самуилович маршак притча 19 4 богатство прибавляет много друзей бедный оставляется и другом своим лука 16 9 и я говорю вам приобретайте себе друзей богатством неправедным чтобы они когда обнищаете приняли вас вечные обители жизнь капризна мы все в ее власти мы ворчим и ругаем житье чем труднее она чем опасней тем отчаяннее любим ее я шагаю нелегкой дорогой ямы рытвины только держись но никто не придумал ей богу ничего что прекрасней чем жизнь рассул гамзатов гамзатов книга исаи 57 52 глава 7 стих как прекрасно на горах ноги благовестника возвещающего мир благовествующего радость проповедующего спасения говорящего сиону воцарился бог твой и риме 13 16 воздайте славу господу богу вашему доколе он еще не навел темноты и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на гора мрака тогда вы будете ожидать света а он обратит его в тень смерти и сделает тьмою